МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Елена Юрьевна. Здравствуйте, Елена. Ну, сегодня у нас весьма интересная тема. Но для начала давайте определимся с вами, что такое вообще гражданский союз на языке юристов. Потому что с точки зрения обывателя, проживание совместное мужчины и женщины – это вполне себе союз, но только что без штампа в паспорте. Да, вы знаете, хочу просто вам сказать, что фраза «гражданский брак» – она рудиментная. А на самом деле она была законодательно закреплена в царское время, и до 1917 года таковым считался брак, не зарегистрированный по церковным канонам. Но с 1917 года всё отменили, в том числе церковные каноны и гражданский брак. Ну, а в народе это понятие осталось. Юридически сейчас это не брак, это сожительство, вы сказали правильно. Понятия «гражданский брак» в законе нет. Есть только понятие официального брака мужчины и женщины, зарегистрированным в органах ЗАГС. И это накладывает свои, получается, правовые последствия. Безусловно, безусловно. Давайте вот к ним как раз перейдём. Вот если мужчина и женщина, не регистрируя официально брак, много лет прожили вместе, у них есть общие дети, совместно нажито хозяйство, они вели его, да, можно ли всё-таки вот такой гражданский брак признать официальным? Пусть через некоторое время. Вы знаете, вот многие думают, что действительно, вот они живут, бывает и 20, и 30, и 40, с лишним лет у меня было такое в практике. Дети совместные, и ни один, и ни два, а несколько детей. Я не думаю, что, знаете, любят говорить в народе автоматически. Ничего автоматически не бывает. Брак не значит, что они стоят в браке. Наличие детей совместного хозяйства – это не факт, по которому можно сказать, что они состоят в браке. Кроме того, сейчас в судах признать брак нельзя. Почему? Потому что у нас есть указ Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Вот такие старые документы, они до сих пор не отменены. У нас много в законодательстве документов, которые существуют с 30-х, а то и 20-х годов, и не отменены до сих пор. Так вот, до выхода этого указа можно было признать браком отношения фактически брачные. Если, допустим, погиб человек в Великую Отечественную войну или пропал без вести. Ну то есть сейчас, если признавать брак, то людям должно быть где-то под 100 лет. А у нас есть указ 8 июля 1944 года, где запрещено признавать факт брака, если люди стояли фактически в брачных отношениях. Поэтому каким-то другим способом. Ну вот есть возможность, допустим, были случаи, когда пожилой супруг, гражданский супруг, да, ходил или ходила в суд признавать себя иждивенцем. Но надо понимать, что там особые случаи признания иждивенцем. Свои нюансы, да? Безусловно. Во-первых, тяжелая процедура – это суд. Во-вторых, нужно представить доказательства определенных фактов. О том, что человек нетрудоспособен, о том, что он получал материальное содержание своего ушедшего из жизни, ну, фактического мужа или жены, и это является основным доходом. То есть больше это относится к людям пожилого возраста, а тем, кто трудоспособный, имеют работу и доход, это очень сложно признать. Почти вековой документ, при этом жизнь не стоит на месте, да, она развивается. И все-таки, вот я хочу уточнить, есть ли права и обязанности у таких пар, которые, ну, вот сравнимы, сопоставимы с официально зарегистрированными супругами? Вы знаете, может быть, страшная фраза – нет ни прав, ни обязанностей. Вы знаете, у нас часто спрашивают, что лучше сделать? Простую письменную форму, договор купли-продажи, или пойти к нотариусу все-таки, поскольку это защищенная сделка, квалифицированная форма, придать сделке. Что лучше? Мы часто, нотариусы отвечают, что простая письменная форма – это форма, при которой никто ни за что не отвечает. Точно так же и здесь. Только нахождение в браке дает возможность признать совместное имущество нажитое в браке. Только факт нахождения в браке может предоставить право даже бывшему супругу получать материальную поддержку от другого супруга. Или, находясь в браке, получать эту поддержку в связи с беременностью, в связи с нахождением в отпуске за ребенком до трех лет, в связи с потерей трудоспособности. А незарегистрированный брак не дает таких прав. Только нахождение в браке дает возможность подать заявку на улучшение жилищных условий. Только нахождение в браке дает возможность подать заявку на получение субсидии и компенсации в связи с семейными обстоятельствами. Вот в гражданском, как вы говорите, в браке это сделать нельзя. Кроме того, мужчины и женщины, они не несут ответственности за друг друга. Не отвечают друг за друга. Конечно, если вот добрая воля есть, это хорошо. Если родился ребенок, то мужчина может не признавать ребенка. Это его воля. Видите, человек наделен свободой воли. Заставить его что-либо сделать невозможно. Точно так же, как и заставить пойти, зарегистрировать брак невозможно. Конечно, я не буду сейчас агитировать с тем, чтобы те, кто находятся в фактических брачных отношениях, шли, регистрировали брак. Нет. Это ваша воля, ваш выбор. Но дело нотариуса рассказать юридические последствия этого. Имущественные претензии друг к другу вы предъявить не можете. Попросить материальное содержание себе вы не можете. Заставить признать ребенком вы не можете. Все это делается в особых обстоятельствах, условиях и только в судебном порядке. И то не факт, что можно будет признать за собой право на недвижимость, допустим, или получить деньги, потраченные на эту недвижимость. Есть решение Верховного суда и судов первой инстанции, по которым отказывали, в связи с тем, что вы жили вместе, это подарок. Вы же добровольно действовали, никто вас не заставлял. И все-таки об имуществе я чуть-чуть поподробнее расспрошу. Если люди прожили не один десяток лет вместе, совместно наживали дом, машину, гараж, еще какое-то, у них есть имущество без официального штампа. Вот делить такое наследство возможно все-таки каким-то образом доказать через суд? Пусть это и сложно. Если гражданский муж ушел из жизни, умирает он, что, в общем-то, нередко случается, неожиданно. Вернемся к предыдущей фразе. Я вам говорила, что суды стоят на том, что вы жили, друг другу дарили какие-то вещи, в данном случае недвижимость. Суды не идут на то, чтобы признать за вами право на недвижимость, это точно. Наследовать после ушедшего из жизни фактического мужа или фактической жены вы не можете. Только если вдруг было завещание составлено на вас. Но, видите, люди боятся слова «завещание», считают это плохой примет или чего-то там. Хотя, я должна вам сказать, что сейчас завещание молодеют. Очень часто люди сейчас приходят, составляют завещание, понимают, то есть ответственные люди, понимаете, это ответственность за судьбу близкого тебе человека и за судьбу твоего имущества. Лучше составить какой-то документ, если вы не состоите в браке, но хотя бы как-то подстраховать своего любимого человека, хотя бы таким образом. Надо понимать, что завещание стопроцентной, как говорится, знаете, как броня, стопроцентной гарантии не дает, если у того, кто вам завещал свое имущество, есть родители пенсионного возраста или есть несовершеннолетние дети от предыдущих браков. Вот такие лица имеют право на обязательную долю в завещанном имуществе, а именно половину от своей законной доли. Ну, условно, допустим, вам завещали дом с землей, но у завещателя есть родители, оба живые, пенсионного возраста, 55 лет женщины считается пенсионный возраст в наследственном праве, 60 лет мужчины, возраст для мужчин пенсионный в наследственном праве. И, допустим, дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, или совершеннолетнего возраста, но инвалиды, то есть категория инвалидность, либо пенсионный возраст, либо несовершеннолетний возраст. И вот их много, и они каждый получат половину от своей законной доли. Условно, по завещанию можно получить совсем крохотную долю, если есть вот такие лица. Но это страшные истории, которые я вам рассказываю. В большинстве случаев действительно есть обязательные наследники. Не в таком большом количестве, но они есть. То есть я правильно понимаю, что гражданские супруги, вот при вот этих всех обстоятельствах, о которых вы сейчас говорили, они если и получат что-то по завещанию, то только в последнюю очередь, да, получается? Нет, неправильно, не в последнюю очередь. В законе сказано, что наследование осуществляется по закону, если нет завещания. То есть в первую очередь нотарист будет рассматривать завещание. Во вторую очередь он действительно посмотрит, есть ли обязательные наследники, каковы ими являются родители, дети от всех браков, и опережившая супруга или супруга официальная. Вы знаете, бывают такие случаи, когда мужчина и женщина находятся, вот как вы говорите, в гражданском браке, но он сказал, мы разошлись с супругой, мы не состоим в браке. На самом деле официального развода не было. И супруга условно находится в другом городе, официальная, она тоже может наследовать. Это бывает часто, неожиданным. И слёзы, печаль и всё остальное. Конечно, нужно подстраховывать себя и своего близкого человека, которому вот такие отношения сердечные. Вопрос об ответственности. И поскольку официально вы не отвечаете друг за друга, не несёте ответственности, но хотя бы вот чисто этически, морально, как-то подстраховать своего близкого человека надо. А может быть определённой подстраховкой для супругов, проживающих в гражданском браке, брачный договор? Брачный договор – это хорошая подстраховка, но только для официальных супругов. Те, кто не состоит в официальном браке, находятся в фактических отношениях брачных, они не имеют права составить брачный договор. Брачный договор могут составить те, кто находится, ещё раз повторю, в браке, и те, кто собираются вступить в брак, то есть нотариусу представили заявление, поданное в отдел ЗАГС. Брачный договор в этом случае вступает только в момент, когда они зарегистрируют брак. А договор дарения? Вот для таких супругов, опять же, гражданских, тоже не имеет никакой силы. Опять же, официальный брак, да, у нас здесь на весах перевешивает? Нет, подарить, строго говоря, можно любому физическому лицу, тем более, с которым, допустим, какие-то хорошие отношения. Надо понимать, что для закона этот человек чужой вам. И подарив ему, вы обрекаете его на налоги определенные, размеры этих налогов, и тайной этой владеет Федеральная налоговая служба. Но, в принципе, проконсультироваться можно. Сколько платит ваш близкий человек за дар, который он приобрёл от чужого человека, для закона этот чужой человек. Подарить можно. А оспаривается такой договор? Вы знаете, в суде можно оспорить любой документ. Договор дарения, договор купли-продажи, завещания, соглашение об алиментном содержании, если в браке стоят. То есть любой человек может обратиться в суд. Но нужно доказать, почему вдруг этот договор недействительный. Ну, допустим, даритель находился под воздействием каких-то препаратов медицинских, которые воздействуют на функции головного мозга, или состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, или различные обстоятельства. То есть нужно доказывать, почему вдруг он недействительный. Елена Юрьевна, вот выше вы уже приводили примеры, когда решающую роль играл именно статус брака. Может быть, вы ещё приведёте какой-то пример, вот принципиально важный, на что людям стоит обратить внимание, который, может быть, вот сейчас в гражданском браке они там задумаются. Ну да, то есть мы, давайте с вами ещё раз подытожим то, что было сказано. Практически прав и обязанностей нет. Какую-то материальную поддержку получить официально нельзя. Какие-то материальную поддержку государства, семьи тоже получить нельзя. У нас сейчас же, видите, очень большое внимание уделяется семье именно официальной. И много программ для семьи у нас в государстве есть. Так вот, это вот тоже вам недоступно. Недоступно вам наследование друг после друга. Подарить вы можете, но вы попадаете на налоги. Завещание вы можете составить друг на друга, но надо понимать, что если будут обязательные наследники, то вы не всё получите. Ну, если нет обязательных наследников, тогда, конечно, то, что указано в завещании, вы его наследуете. Ещё раз повторю, моя задача не стоит в том, чтобы агитировать, пойти в ЗАГС. Каждый человек волен выбрать, но надо понимать, что вы остаётесь незащищёнными по отношению друг к другу и со стороны государства. Государство вас не защищает. Вот, допустим, у нас сейчас смотрят зрители, и они хотят получить более подробную консультацию по какой-то из подобных ситуаций, а их, как я поняла, достаточно много возникает. Вот им стоит к нотариусам обратиться? Вы знаете, консультация у нотариусов бесплатная, а нотариус является практически универсальным юристом и специалистом в семейном праве, в гражданском праве, в наследственном праве. То есть нотариус единственный специалист в наследственном праве. Что касается наследования имущества какого-либо, либо круга наследников, можно ли унаследовать гражданскому супругу, вам всё расскажет нотариус. Ещё раз повторю, консультацию у нотариуса бесплатной. Можно приходить? Можно приходить. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о правовых последствиях гражданского брака мы разговаривали с нашим гостем, нотариусом города Барнаула Еленой Очкасовой. До свидания.